Всем приветики! Как у вас сегодня дела? Меня зовут Лиса и я рада видеть тебя на моем канале. Сегодня я хочу рассказать вам о фейлах, которые я делала со своей внешностью. Вы просто не представляете себе, каким я была чумным подростком, сколько всякой ерунды я делала, о которой по сей день жалею. Это какое-то колоссальное количество всяких трэш-историй, например, история о том, как я испортила себе кожу, история о том, как я испортила себе волосы, история о том, как я испортила свое собственное тело. Историй очень много. Сегодня я поведаю вам о некоторых из них. Если ты впервые на моем канале и еще не подписан, то обязательно подпишись. Тык. И включи себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы приступаем. Я хочу начать с чего-то более простого, что ли. Когда я была подростком, у меня был типаж в идеале это блондинка с очень кислотно-белыми волосами. Как добиваться кислотно-белых волос? Меня вообще не волновало. Я хотела просто волосы цвета белой бумаги. То есть для меня было очень важно иметь белые-белые волосы. Как следствие, я ходила и вытравливала свои волосы всеми этими супрами, порошками, в общем, какими-то вот этими вот химозными штуками, чтобы мои волосы имели белый цвет. Мне этот белый цвет, ну, объективно, я не могу сказать, что так уж сильно не шел. Он мне шел, но не настолько, что это могло бы компенсировать то ужаснейшее состояние моих волос, которые у меня были. У меня было на голове что-то кошмарное. У меня была такая кошмарная солома, вы себя просто не представляете. Особенно на отдыхе. Боже, что было на отдыхе в жарких странах. Стоило мне приехать, прилететь, иду я вся такая, блондинка. Конечно же, никакой защите волос от солнца, там даже речи не шло. Волосы выгорают еще сильнее. И по итогу, на второй или на третий день, после всей этой соленой водички, после всех этих бассейнчиков с хлоркой, волосы превращались во что-то такое, что их было просто нереально расчесать. Но мне нравилось. Я считала, что я крутая и секси. А ведь это очень важно, быть 12-летней секси. Я уж не знаю, как для вас, но для меня это было очень важно. Сейчас для меня это не важно, но тогда былые времена, былые годы. Так что один из самых основных моих фейлов, это просто вытравливать себе волосы. Вот серьезно, это было тупо. Но знаете, что было тупее? Тупее этого было только потом взять и бахнуть на все этот черный цвет. Боже мой, это было вверх просто. Вверх ужаса и вверх зашквара, которую я только могла придумать. Из чисто белого в чисто черный. Покажу вам фотку. Ну, что сказать? Давайте начнем с того, что мне этот цвет совершенно не шел. Мне, конечно же, все в округе, практически все в округе говорили, что я выгляжу классно. Но кто-то мне говорил, что я выгляжу как жертва Освенцума. Да, очень, очень лестный комментарий был адрес моей внешности. Но, конечно же, на такой комментарий я внимание не обращала, потому что он какой-то дебильный. Так вот. Ходила я с этими черными волосами. Каким-то чудом волосы по качеству реально улучшились. Очень, очень стали шелковистыми, длинными, блестящими. Красота. За исключением того, что мои волосы-то сами по себе очень светлые. И как только у меня отрастали корни, А это происходило где-то уже к концу первой недели. У меня на башке было как будто было ясено. Вот сейчас смотрите фоточку. Видите, это жутко. И нет, я не лысею, ребят. Реально не лысею. Но если бы лысела, я бы вам рассказала. Потому что я бы, наверное, искала способ, как не лысеть. После этого, как вы, разумеется, уже поняли, Я решила снова бахнуть блонд на свою голову. И ходила какое-то время сначала красный, потом оранжевый, потом цвета желтка. По итогу я стала все равно какой-то такой пепельной блондинкой. Очень долго мучилась, очень долго отрезала волосы. Очень долго пыталась их отрастить. И сейчас я наконец-то пришла вот к этому великолепию. Кто-то скажет, что у меня волосы отстойные. Но поверьте, это не отстойные волосы. Это волосы просто бога-бога баландинистых волос. Потому что то, что было у меня, это какой-то кошмар. Следующий мой фейл уже куда более опасный для здоровья. Поэтому я никак не могу о нем омолчать. Опять-таки, в тот промежуток времени, Когда я вытравливала свои замечательные белые, изумительные, в скобочках нет, волосы, Я также пристрастилась к солярию. Все усугублялось тем, что солярий тогда стоил очень и очень дешево. И он находился в том жилище, где мы тогда жили. Дома? Вы спросите, родителям было пофиг? Да нет, конечно, и мне было пофиг. Они спрашивали, какого черта я творю? Но я отвечала, что это моя жизнь, мое тело и мои правила. Поэтому я здесь решаю, я здесь главная. Ну, мои родители знают особенность моего характера. И что со мной лучше не спорить? Они не спорили. Главное, что диточка учится, а остальное пофиг. Пусть гробит себя. Как итог? Через какой-то промежуток времени моя нормальная кожа превратилась в сухую. И у меня к 16 годам вот здесь вот образовалась первая морщина. В 16 лет вот тут вот у меня образовалась первая морщина. Я такая подумала, что вообще с этим делать? Перестала ходить солярий. И очень сильно страдала, потому что мне казалось, что я бледная, я некрасивая, я вообще стрёмная. Как же я без солярия? Какой кошмар. А, и еще мне полезала куча родинок. И в своем инстаграмчике я даже рассказывала о том, как я ходила удалять одну из нее. Кстати, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Я ведь стараюсь туда выкладывать такие классные фотки. И я там постоянно с вами общаюсь. Более того, там постоянно какие-то розыгрыши. И, ну, просто посмотрите на мой инстаграм. Подпишитесь, пожалуйста. Я буду очень вам признательна. Ссылочка будет в описании. Ладно, это была минуточка рекламы инстаграма. Но все лучше, чем реклама выборов. И, короче, последствия этого загара сейчас сделали меня каким-то натуральным психопатом. Потому что я не могу жить без SPF крема. Сейчас я настолько сильно переживаю, что моя драгоценная, блин, кожа чуть-чуть подзагорит, что просто не выхожу из дома. Да не то, чтобы я из дома не выхожу. Я по дому не хожу без SPF защиты. У меня дома стоят какие-то ультракрутые окна, которые полностью блокируют ультрафиолетовые лучи. Ну, может, они никогда не блокируют. Ну, производитель так заявляет. Да, как мы все знаем, без лоха и жизнь плоха и все такое. Ну вот. Так что живу я вот так вот. Переживаю, что, не дай бог, загорю. Потому что, честно скажу, когда я в 17 лет увидела морщину, ну, это было очень-очень-очень нездорово. Вы знаете, для меня было очень непросто снять это видео, потому что я никогда не думала, что я вообще буду это озвучивать. Потому что в моем характере, знаете, знаете, какое поведение в моем характере? Вот сделать какую-то ерунду, сидеть жалеть об этом, но никому не сказать, что ты облажалась. И вы представляете, какую огромную аудиторию сегодня я решила поделиться своим самым личным, своими фейлами. Это очень непросто делать, хочу вам сказать. Поэтому я буду безумно рада каждому вашему лайку, каждому вашему комментарию. И я буду очень рада, если вы тоже мне откроетесь, если вы тоже напишете мне истории своих фейлов во внешности. Может быть, вы однажды решили, не знаю, на лысо взять и побриться, а потом ходили пять лет волосы отращивали и переживали, почему вы вообще это сделали. Я буду очень благодарна и я буду читать ваши истории и, конечно же, ставить лайки самым прикольным из них. Следующий мой фейл еще более фейловый, чем все, о чем я рассказывала до этого. Следующий мой фейл это чрезмерное доверие к косметологу. Боже мой, это какой-то кошмар. У меня одно время в семье были салоны красоты. Там я ходила к своему косметологу, все было нормально. Потом я перестала ходить в наш салон красоты, потому что мне там ни сега толком никто не делал, и меня это бесило. И я решила пойти в какое-то другое место. Ну, что еще я могла предпринять, в конце концов? Прихожу я, значит, к другому косметологу. Он видит, что перед ним сидит неразумное, блин, дитя, и начинает просто мне впаривать, что мне нужна куча чисток, чуть ли не каждые две недели мне нужна чистка, что мне нужны, там, не знаю, какие-то инъекции, что мне нужен ботокс. Это вот как раз началось в 16 лет, когда я увидела эту морщину, а косметолог в нашем салоне его не стал исправлять. То есть я в 16-летняя такая, или даже в 15,5, вот в этом вот возрасте, то есть я уже учусь на первом курсе, я нашла себе нового косметолога. Да, кстати, я поступила в 15 лет в университет, потому что закончила школу экстернатом. Экстернат это когда 2 года, заканчивается за 1. Вы, если давно смотрите мой канал, уже об этом слышали, но я уверена, что посыпется огромное количество комментариев на этот счет, поэтому хочу сразу вам ответить. Это нормально. Если ты заканчиваешь школу экстернатом, если ты рано идешь в школу, ты заканчиваешь школу и поступаешь в университет, не в колледж, в 15 лет. Норма. Этот косметолог, мне такой 15-летний, тупица, начинает стирать ботоксы, гиалуронки, чистки чуть ли не каждую неделю. Короче, она мне столько всего туда там нафигарила, столько всего мне она предлагала, а я же никому не буду говорить, что я там хожу на какие-то процедуры, что-то делаю. Нет, зачем мне это надо, господи, зачем отзывы вообще какие-то читать? Вижу салон, вижу место дорогое, без лоха, жизнь плоха, как я уже говорила ранее, надо прийти, надо сделать. Вот, пришла, сделала. Сначала она начинала все с чисток, но когда я понимаю, что из-за того, что она мне делает эти чистки, у меня образуются какие-то рубцы на лице, которые не проходят, кстати, не прошли по сей день, вот реально у меня есть несколько рубцов, просто благо их незаметно, потому что они вот здесь находятся, и как бы, ну, фиг с ним, главное, что не здесь. Потом, естественно, она предложила мне заколоть гиалуронкой вот эту вот мою морщинку. Бывалик такой дебильный появился, это было очень тупо, это было максимально тупо. Еще, знаете, вот эта вот припухлость, да, подростковая, и у меня щеки, и вот этот вот валик, и это выглядело просто кошмарно. А, еще она предложила мне ботокс заколоть в лоб, но я подумала, что это вообще будет тупо, потому что она сказала, типа, что мне нужно обездвижить мою верхнюю очень активную мимику, и я сказала, типа, уже, наверное, нет, потому что я боялась, что мне вот так вот просто натянут это все, я не смогу вообще никак бровями двигать, а я все, люблю это делать, хоть и контролирую себя, и я, короче, от этого отказалась. Но, представляете, мне бы еще в 15 лет ботокс бы закололи, какой ужас, боже, почему я была такая глупая? И следующий момент, о котором я хочу вам рассказать, он тоже из той же категории возраст, когда он был 15 лет, господи, мои 15 лет, это какой-то крышесносный возраст, мне кажется, больше нет ни одного такого недалекого подростка, который бы столько фейлов вообще совершал в своей жизни, ну, что поделать? Ребенок вступил в универ, такой, и уже чувствует себя взрослым, поэтому должен совершать взрослые поступки, но на самом деле он просто не очень умный. Значит, и я решила, что я буду ходить на электроэпиляцию, есть разные способы удаления волос с тела, есть лазерные эпиляции, восковые, в общем, всякие разные, и я так и подумала, и решила, что мне это все не подходит, я хочу ходить на лазерную, ой, не на лазерную, именно на электроэпиляцию, чтобы избавиться от ненужных волос навсегда. По итогу я нашла, как обычно, какого-то шкварного мастера, и, чтобы вы думали, у меня дофигища шрамов в тех зонах, где я себе пыталась делать эпиляцию, я ходила к этой женщине 3 или 4 месяца, то есть это был довольно длительный курс, волосы, я не могу сказать, что медленнее стали расти, да нифига, по-моему, вообще ничего не изменилось, кроме того, что мое нежное тело изображено шрамами. Но я считаю, что шрамы окружают мужика и женщину, в общем-то, тоже. Факт того, что, да, я теперь человек-шрам, это не очень-то и приятно, особенно, когда ты понимаешь, что это было сделано по твоей собственной вине, потому что ты нашла специалиста, ты не посмотрела вообще ни на отзывы, не нашла, ты просто пришла, отдала деньги, тебе сделали, и ты такая, вау, класс, спасибо, результата нет, но я еще к вам вернусь. Короче, потом, спустя какой-то длительный промежуток времени уже, наверное, года через 3, да, годами как раз к 18, я уже стала ходить на лазерную эпиляцию, и это просто безумно болезненная хрень, мне, по крайней мере, было безумно больно, боже, я просто умирала, особенно первый раз. Ой, подождите, я хочу рассказать вам историю про то, как я первый раз пошла на лазерную эпиляцию. У меня очень низкая чувствительность, я как бы человек эмоционально холодный, но сейчас пытаюсь это исправить. И, естественно, моё тело тоже холодное, то есть, всякие там косметологические вот эти вот прыщи давят, когда, когда там волосы дерут, мне все это вообще не больно, то есть, я не испытываю какой-то вот такой вот боли вообще. Кстати, я одна такая, или, может быть, среди моих подписчиков тоже есть такие люди, напишите, реально интересно. Вот, и я прихожу на лазерную эпиляцию, и такая говорю, мне никуда на стыди не надо, мне никаких ледокаинов, эмл, вот ничего такого для обезболивания не надо, давайте делать на сухую. Косметолог так на меня смотрит, типа, ну, хорошо, если ты настаиваешь, я тебе все сделаю, как бы, без обезболивания, но это будет больно. И она начинает это делать. Господи, в этот момент я просто хотела уберечь! Причем, как я говорила ранее, я же не могу сказать, что мне больно, я, наверное, лежу вся, наверное, красная, как просто мистер Томейто, вот так вот подрагиваю, потому что мне пипец как больно, и у меня просто пот льется ручьем. И она постоянно предлагает мне закончить, а я такая, нет, мы будем продолжать, это нормально, нет, мы будем продолжать, это нормально, нет, мы будем продолжать, это нормально! Я просто лежала, думала, боже, это просто пылька, как это вообще можно выносить? Как это можно выносить? Но, хорошо. Благо, хотя бы результат, кстати, от лазерной эпиляции у меня был, вот, мне делали лазер, лазер, александрийский лазер, и вот у меня эффект был, но мне было безумно больно, человек, которому вообще больно не бывает. Вот, ну, знаете, что самое странное, с чем я реально не фейлила в подростковом возрасте? Я не фейлила с косметикой, то есть я не фейлила с макияжем, как-то эта тема меня обошла Я вообще тональным кремом стала пользоваться только, по сути, тогда, когда стала уже видео на YouTube снимать До этого у меня как-то он был один-единственный, я его использовала только если какая-нибудь там, типа, вечеринка будет Ну, туда, где фотографировать нас будут Зато сейчас, конечно, я уже осваиваю искусство макияжа и не всегда успешно И я вот недавно, буквально в эту субботу или воскресенье, я выложила видео, которое называется Как можно изменить свою внешность при помощи макияжа Я вам рекомендую, если вы еще не посмотрели, обязательно посмотрите Это реально просто какая-то жесть Я там три разных человека, я показала три образа на себе, моего же макияжа, и я в каждом выгляжу по-разному Обязательно посмотрите это видео и напишите мне потом в комменты туда, как вам, кажется, мне больше всего идет Или, может, вообще мой сегодняшний макияж нравится, потому что такой я еще не делала Тут, видите, у меня розовая-розовая стрелочка, сердечко, розовые губы, короче, розовый перебор, розовая вата Вот сегодня фейлы, о которых я хотела вам рассказать Конечно же, всяких тупых историй в моей жизни гораздо больше Обязательно ставьте лайк на это видео, если вам понравился такой формат Подписывайтесь на мой канал и на мой инстаграм Я вас буду всех очень ждать и тут, и там И всем спасибо за просмотр, всех люблю, целую И всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok